Продолжение следует... ...потому что слишком много доты смотрит. Да и просто взрослых дядек, которым нечем заняться. И они решили посмотреть, как сражаются между собой азиатские ребята за небольшую кучку денег. У нас групповой этап Join.MLG Pro League. Групповой этап Азиатский дивизион. Ответный матч между командами Rave и Arcanus Gaming. Первая игра закончилась победой команды Rave. Rave выигрывает 1-0. Они уже 1 поинт зарабатывают. Это первый их матч на данном групповом этапе. У Arcanus Gaming матчей было побольше. Чуть-чуть попозже вывесим таблицу. Посмотрите, как у них обстоят дела. Давайте перейдем непосредственно к игре. По пику команда Rave уже взяла Чена, СФ, Рубика и Феникса. И Лондруида добирают себе в полный моб. У Arcanus Gaming, Witch Doctor, Beastmaster, Brewmaster, Sand King и Sniper. Лишил я вас этой тяжбы пиков долгих и не всегда интересных раздумий капитанов команд. И давайте сразу же переходить к матчу. Только экшен, только хардкор. Пики для слабаков. Arcanus Gaming следующим образом разобрали игроков. На Sand King у нас отыгрывает Бумбэкс. Биоке играет на Beastmaster. Это, скорее всего, сложное для Beastmaster. А Mighty Saver играет у нас на Sniper. Это Мид. Хенрих у нас будет на Brewmaster фармить легкую. И Powderful будет саппортить его вместе с Бумбэксом. Который, опять же, повторюсь, на Sand King отыгрывает. Со стороны команды Rave, J.O. Тот J.O, который похоронил в прошлом матче команду Arcanus Gaming на Draw Ranger. На данный момент J.O отыгрывает на Лондруиде. Криси у нас играет на Shadowfin D. N.B. играет на Рубике. Rayor играет на Фениксе. Это сложное. И к оснащению. Куда бы вы думали отправиться. Здесь уже стоит. Медведь собирается контролить руну. Ну, здесь N.B. подошел по контролю топ-руну. На нижней руне у нас сконцентрировалась команда Arcanus Gaming. Bumbex на позиции. Все, в принципе, на позиции. Все готовы забирать. Ну, скорее всего, руна отойдет Криси. Мидеры чаще всего ее и забирают. Беокей здесь, но только посмотрел на то, как руна отходит команде Rave. Ну, здесь мидер. Кто у нас руну забрал? Руну у нас забрал Bumbex. Мид команды Arcanus пока что остается без руны. А вот мидер команды Rave уже имеет половину первого левела. Значит, хоть какую-то новую фору для себя получил. Переключаемся на крип стат. Что у нас? Откуда у нас уже один крип для Powderful? А кого они там запинали, я не увидел. В принципе, суммонов... Суммоны имеются, но... То, что Вич Доктор в соло развалит медведя на первом левеле мне очень в это слабо верится. Ну что, команды по лайнам расходятся. У нас фармящий Brumaster. На саппорте Вич Доктор. Здесь неприятный со всех сторон Феникс от команды Rave. Rayor на нем отыгрывает. Rayor, кстати, тоже в прошлой катке выступил очень круто. Быстро. А действительно, это быстро для Тайтхантера. Вывез Даггер. После этого вывез Refresher Orb. И там уже... Все остальное, что оставалось от команды Arcanus Gaming, разобрал Джейо. Просто рукой, просто... Дроу Рейнджер, Райт Клик, Мом. Пошли убивать. Биокей отправляется на сложную. Здесь у нас хороводы крипов вводят НБ. Биокей поднимают в телеке НС. Отводят его за крипов. Постараются на дамажить Биокей. А где? Где под сейф от Джейо? Можно было уже, в принципе, забирать у нас Бистмастера. Тем более он еще, я так понимаю, с характером. Не собирается просто так отходить под Тауэр. Ну и так неплохо по спине Рубик настрелял. Опять же, Рубик фуловый. Бистмастер побитый и униженный. Отправляется у нас без МП и практически без ХП под свой Тауэр. Как дела на миде обстоят? Пока что видим, что у Криси дела получше идут. У него счет 11-2 по крипам. У снайпера 6-1. У снайпера дела не так радужно. Майти Сейвер в прошлой катке играл на Тине. Висп помогал ему, но помощь это толком не назовешь, потому что Висп умирал по КД. Ну как у нас Феникс здесь оказался? Это его личное дело. То, что он умирает, мы с вами увидели. И это уже хорошо. Не пропущенный фестблат. Давайте посмотрим, как такой затуп умудрился организовать Райор для себя. Вот так вот. Вот так вот. И Карлс Дайв остановил в данной позиции. Вряд ли это правильно. Но Райор это прекрасно понял. Зажали. Даже на смерть второй раз его смотреть не хочу. Понятное дело, что 1-0. Впереди команда Арканус Гейминг. Начало пока что приятное. Руну ДД забирает у нас Павдофу. Естественно, это не для крипов. Это для того, чтобы харасить у нас на сложной Райора. Райор здесь и Видж Доктор теперь с руки даже сможет у нас Фениксу рассказать. Но Феникс отходит на такую позицию, что даже опыт от крипов иметь он не будет. Пока что Феникс второго, практически третьего левела. Бистмастер тем временем третий левел нас собирал. Он здесь стоит и смотрит, как умирают крипы. И самое интересное. Биокей умудряется фармить лесных крипов. Он не уходит никуда. Да, он просто стоит под глифом и смотрит, как его Кабан, во-первых, дает вижен, а во-вторых, забирает крипов. Данный крип отошел у нас НБ. НБ имеет по крипам 6-0. Что у нас у Джейо? Джейо 17-10 на третьем месте. На первом месте у нас Хенрих, он с Лайна вообще никуда не уходит. Даже смерть Феникса прошла без участия Брюмастера. Он все это время фармил в легкой. А разбирали Феникса. Мы видели Бумбэкс на Сент-Кинге и Вич-Доктор от команды Аркандус Гейминг. Счет 1-0. Что у нас по золоту? А по золоту Рейв, на удивление, впереди. И по экспириенсу тоже впереди. Ну, все от, я так понимаю, от Брюмастера. Потому что Брюмастер толком-то не получает ничего. На сложный, да, 9 крипов. Но это крипы за счет Вайлд Экса, с которыми он пытается что-то настилить. Птицы имеются, кабан имеется. Но этот кабан только отходит команде Рейв раз за разом. Здесь у нас появляется Баунти Хантер. И иллюзии внизу берет у нас Павдуфул. Опять же, все для Хараса Райора. Райор по ХП проседает очень сильно. 7-1 у него крипстат. Четвертый левел, тем не менее, насобирал. У Криси по артефактам что-то уже должно лететь в Курьере. Белт оф Стрэндж летит. Готовится выход в Пауэр Трэдс. Боттл тоже имеется. Но Криси комфортно себя чувствует. 28 на 9, а у Снайпера 17 на 2. Снайпер, конечно, терпит нереально. Аквила имеется. Есть Бутс оф Спид. И через Танго хоть как-то пытается отъедаться. Криси, в принципе, все время фуловый. Разве что ману тратит на Койлы. Койлы замакшены. Все по классике. 6-й левел и без ульты. В принципе, ульту мы увидим с вами на 9-м и на 11-м, соответственно, по уровню прокачки. А Вич Доктор под смоком у нас отправляется в мид. И, возможно, будут мстить за слишком хороший фарм Криси. Но Криси, как я понимаю, это все понял. Уходит у нас между Т1 и Т2. Просто уходит с лайна. Не хочет Криси стоять здесь. Он уходит стопить крипов. Но по удачному стечению обстоятельств он еще и подсейвил самого себя. Потому что выход от Бумбекса и Паудефула ничего хорошего не обещал. Ну что, у нас в спину заход на Райоро. Еще одна смерть для оффлейнера команды Рейв. Пока что сложная для команды Рейв вообще ни о чем. И Хейнрих продолжает набирать обороты. По Нетворцу, я думаю, он на первом месте. Нет, все-таки Криси выигрывает по Нетворцу у Рейва. Совсем немного, но тем не менее. Снайпер по Нетворцу на четвертом месте. Мид пока что за командой Рейв. А вот легкая со стороны Арканус Гейминг выиграна 100%. Со стороны команды Рейв, в принципе, легкая тоже выиграна. Здесь Медведь съедает все, что надо съедать Медведю. Есть уже седьмой левел. Мишка растет, Мишка становится сильнее. Да, максит у нас Медведя Лундруид. Ну, что же еще ему максить? Криси контролит руны. Криси, в принципе, опять же не проседает по ХП. Тем временем погибает у нас Брюмастер. Почему он погибает и почему меня перебрасывает на фонтан? Давайте посмотрим. Брюмастер у нас на руне постоял. Ну, постой еще Хенрих. Поднимают Хенриха, через телекинез возвращают назад. Здесь есть сетка от тролля. Здесь Райор за всю боль прилетел отвечать. Ну и разобрали. Да, он ТП сделал, но ТП уже сделал в неживом состоянии. 2-1 становится счет. Райор хоть что-то взял. Он взял, во-первых, фраг за Брюмастера, во-вторых, может хоть что-то подфармить на лайне. У Райора уже есть Ранквилы, стоять на лайне комфортно. Есть Ring of Protection, есть Magic Stick. Пока что Райор хоть как-то реабилитировался. На первом месте по Крепстату команда Рейв. Сразу два игрока разместились на первой и второй позиции. Сэф и Лондруид. У Криси все вообще замечательно. Тысяча по голде имеется в Курьере. Ничего ему не летит, но тысяча после ПТ и Ботла, это уже неплохо. У Снайпера похвастаться пока что нечем. Есть Boots of Speed и покупает он Blade of Attack. Также Ring of Aquila имеется. Готовится выход в Фазы. Фазы уже должны ему лететь. Да, есть Blade of Attack. Шрапнель под ноги Криси. Криси Шрапнель ту вообще не почувствовал. Криси прилетает в Войдстоун. У нас готовится выход, я думаю, в очень фаст юл со стороны СФ. Биокей что у нас имеет? Шестой левел есть. Есть Soul Ring. Фазы прилетают Снайперу на мид. По Нетворцу давайте посмотрим. Первое место СФ. Второе Лондруид. Дальше Брюмастер и Майти Сейвер. Мидер команды Арканус Гейминг. Так, по общему показательной экономике полторы тысячи в пользу Рейфа и по Экспириенсу две с половиной. Так, у нас здесь выход готовится. Так, где у нас забрали Рубика? Рубика, Рубика забрали на легкой. Что же такое? Я на СФа. Засмотрелся, Рубика пропустили. Ничего страшного. Спасибо Доти за данную возможность. Рубика разбирает у нас здесь через Праймал Сплит. Ну, сложно не разобрать Рубика через Праймал Сплит. Здесь всего 580 хп и еще один кирпич в голову прилетел у нас Рубику. Счет стал 3-1. Ну, легкая выигрывается с преимуществом весьма уверенным. 1-1-1 у Хейнриха, но здесь саппорты смогли настелить фрагов. Да и один фраг это Фестблат забрали вообще без присутствия мейнкерри команды Арканус Гейминг. Майти Сейвер. Фазы 800 на руках. Рингов Аквила имеется. Выход готовится на Таур, как я понимаю. Да, крипов немножко дамажит, но здесь Чен уже пришел со своими крипами. И есть здесь Сатир для подхила всей команды. Есть здесь на Деф Дикокрыл Потрошитель. Разваливают у нас потихонечку Таур. А НБ заходит в спину. Бесмастера поймали. Подъем его в телекинез. Бесмастер может ультить, но это бесполезно. В Чена ультить толку никакого. Чен себя не контролит. Хейнрих приходит сюда. Биокей умирает у нас. Хенд оф гад провязал Чен. На Лоу ХП НБ НБ погибает. Пока что размен один в один. Лежит Шрапнель. Пошла погоня за кастом. Здесь переключаются на Джей Йо. Майти Сейвер тоже на Лоу ХП. Также Бумбэкс здесь. Ну, Джей Йо, скорее всего, здесь разберут. Медведь приходит сюда. Джей, очень крутая позиция от Бумбэкса. Просто встал в проход и начал кастовать Сэнд Сторм. Ну, это нереально круто. Развалили у нас всю толпу Чена. Развалили у нас Джей Йо. Ответили за прошлую игру парню. Ну, и нормально так под хвост еще и надавали со спины. По итогу этого файта 4... Нет, 3 в 1 подрались игроки команды Арканус. Ну, самое главное. Забрали Джей Йо. Забрали Чена. Не дали ему нормально фармить. У Чена Мека пока что не собрана. Могла бы быть. В курьере рецепт не лежит. Ну, короче говоря, нормально так подрались. Тем временем у нас... Счет становится 6-2. И Арканус Гейминг должны немножко выровняться. Графики еще не обновились. Когда... Ну, по экспириенсу уже видим. Дело близится к нулю. Непонятно почему. Но по голде, в принципе, графики могут и не пойти пока в сторону Арканус. Потому что Пал Тавер, понятно, денег капнула всей команде Рейв. Криси уже имеет Юл. Десятая минута 30 секунд. Криси имеет Юл. Это при том, что у него КДА 0-0. Он никого не убивал. Он просто стоял на лайне и фармил. Просто делал то, для чего СФ-а берут. На данный момент есть Юл. Есть в Макшен и Макшен и Некромастере. А значит и Requiem of Souls будет дамажить по максимуму. 36 душ уже имеется у СФ-а. 11-й левел наберет. И я думаю, с одного раз каста как минимум одного персонажа выключать будет. Снайпер точно не Жилец, если под него ультанет СФ. Выход от команды Арканус на мид Тим Рейв. Тауэр проседает. Его, скорее всего, заберет. Да? Кто бы вы думали. Вич Доктор его заберет. Какой там Майти Сейвер Мид и какой там Майн Керри Брюмастер. Забудьте. Вич Доктор рулит этой вечеринкой. Вич Доктор забирает Тауэр. У ВД, кстати, уже есть Пауэр Трэдс. Есть 800 на руках. Я думаю, будет идти фаст Аганим. Данный персонаж. Джейо. Через Медас пошел. Что в Медведя? В Медведя ничего. Джейо забрал себе Медаса и Джейо пока что голого Медведя гоняет по лайна. Очень странно, очень странно, что сборка именно таким планом у Джейо. Почему Медведь ходит голый, мне непонятно. Но Джейо, видимо, сам решает с руки бить. Если Медведь и до конца игры будет таким, то, честно говоря, я пойду свечу поставлю в церковь. Потому что что-то феноменальное случилось. Нет, так не будет. Главс оф Хейс появляется для Медведя уже. Передает Джейо ему. И здесь что? То здесь Мэйл Стром будет в мишке лежать. Я подумал уже, что Джейо сам решил драться. А Медведь просто будет стоять рядом и смотреть. Мол, учись, сынок, как папка делает. У Каста появляется тем временем Мека. 195 сверху. Еще есть драка. Будет, по-моему, у нас крутая. Каски полетели. Каски в Медведя и Крипов. Пока что ничего особенного. Феникс здесь. Феникс Сана. У Феникса есть Феникс Сан. Медведь здесь пинает. Би окей, би окей. Не успеет ультануть. Би окей рассыпается. Феникс Сан здесь лежит. Криси здесь. Криси, скорее всего, станет... Нет, Криси не станет в стан. Здесь у нас врывается с эпицентра Сэнд Кинг. Также ставится Дезвард под Джейо. Джейо под касками стоит. Джейо должен выживать. На лоу ХП уходит Джейо. Очень круто в кастованный эпицентр. Минус 3 со стороны команды Арканус Гейминг. Здесь очень битый Джейо отходит. И как минимум униженный Феникс. 9-5 счет. И еще и ВД у нас выкупился. Но, в принципе, это на экономике отразилось. Минус 571 с его стороны. Но драка явно по экспириенсу была в пользу Арканус. Ну что, после выкупа от ВД можно пойти и попробовать спушить Тауэр. Игроки команды Арканус в составе 3-х человек здесь. Майти Сейвер в любом случае здесь. Он у нас будет отвечать за снос Тауэров. Ну, конечно, потом придет Витч Доктор и заберет Тауэр. Но побить должен явно снайпер. У Хейнриха уже есть Даггер. Это все после Пауэр Трэдс. Стаут Шилд и Неграйженый Стик вместе с Батлом. У Рубика. 190 на руках. Транквил Буци. Ничего особенного. Где у нас Брюмастер проседает по ХП? Брюмастер у нас здесь умирает от Райора и Криси. Криси поднял его вверх. Так, у нас ульта еще не заюзана у СФ. СФ, скорее всего, получит Ассасинейт сейчас. И это не метафора. Это название скилла Майти Сейвера. Но снайпер без маны находится. Поэтому пока что ульта не была заюзана. Одного Брюмастера разобрали. Заработали на нем 800 голды плюс для команды Рейв. Давайте переключимся на графики. Две в пользу Рейв. Две с половиной. Чуть более двух по экспириенсу. Чен вместе с Крипами отправляется на Рошана. Кто же его будет убивать? Не Рубик ли случайно? Можно. Позицию на Рошане заняли. Можно подраться. Но здесь команда Арканус Гейминг перемещается на деф своего Тауэра по низу. СФ иллюзию заводит в кусты палит, где Хейнрих. Все понятно. Крипы здесь стоят под Шрапнелью, разваливаются. Тауэр пока что дэнаить нельзя. 177 хп у него. Феникс здесь. НБ тоже здесь. Но можно драться за Тауэр. Почему бы нет? Почему Чен стоит здесь? А Чен вместе с Джио решил разобрать крипов. Все суммоны в бой отправляют игроки команды Рейв. Криси также приходит сюда. У Криси, кстати, появился Даггер. Упустил я этот момент. Криси забирает Аэгис. Теперь дела у Арканус в файте будут не настолько радужными. В прошлом файте очень классно. Ворвался Сэн Кинг. Правда, сразу же огреб по лицу. Но свое дело сделал крутой эпицентр в кастовал. Поэтому и четверых смогли забрать Рейв. Тауэр по-прежнему стоит. На Тауэр пора бы выйти. Крутая позиция у нас у Бумбекса. Бумбекс стал в кустах. Готов ворваться на случай чего. Просветить его нечем. Добраться туда нельзя. Птица Бесмастера принадлежит команде Арканус Гейминг, а не Рейв. Так, Бесмастер у нас на лоу хп. Поднимают его вверх. Биокей у нас ультит. Феникс Сан здесь горит. Феникс Сан надо бить. Разваливается у нас Феникс. Дезвард стоит валить по всем. Очень крутой эпицентр у нас от Бумбекса. Сбили СФ у Аэгис. И с Даггера уходит у нас СФ. Разультился у нас Панда. В Праймал Сплит пошел камень в Чена. Ну, в принципе, драка пока что притормозилась. Выкупается у нас НБ. Прилетает сюда. Пошла погоня за командой Арканус Гейминг. Но Арканус Биги Гейминг. Вот так вот было в данном файте. Убежали они. И всего лишь двоих игроков потеряли. Но заставили выкупиться Рубика. Это значит, что по денежкам он очень сильно просел. 530 сейчас. На руках. Но плюс смерть. Плюс байбек. Даггер будет уже не так близко, как того хотелось бы. У СФ на руках 2.100. Давайте переключимся на Нетворс. На первом месте у нас Криси. Мидер команды Рейв. Этот Криси, если что, унизил команду Арканус Гейминг в прошлом матче. Наравне с Джей Йо. 2.200 на руках. И я думаю, будет выход в БКБ. А потом уже мы увидим такой известный артефакт, как Eye of Scuddy. У Друида что? У Друида 199. А значит, что-то было куплено. Где Медведь Друида? Медведь Друида здесь. У него есть Милл Стром. У него есть Фейсбутсы. У него есть Медас. Все-таки передал Медас у нас Джей Йо. Докачался до 11-го левела. И все вещи сбросил в Медведя. Спиридбер еще у нас подворовывает Экспу. И подворовывает деньги у мидера команды Рейв. Что по экономике? 3 золота. 3 экспириенс. Не так много, как того хотелось бы. В принципе, Рейв впереди. Хотя, опять же, счет 11-8. Разница не такая большая. Но Рейв снесли Тауэр внизу. Рейв снесли Тауэр вверху. И в миде Т1 тоже упал. Со стороны команды Рейв Тауэр внизу еще стоит. И по Т1 на миде и на топе Арканус смогли снести. Так, у Рубика дела неприятно. Идут 540 всего по голде у друида. Тысяча уже есть сверху. Ждем выход в какую-то керасу. Так, выход у нас на Джио собирается. Джио отсюда улетает и Медведя с собой забирает. Лон друид отправляется в мид. Где Криси? Где, где, где мидер команды Рейв? Криси фармит крипов, фармит на легкой линии. У Криси по фарму все в порядке. По крипстату он должен быть на первом месте. 161 у него, у Джио всего лишь 100. Ну и команда Арканус во главе с Хейнхэм отправляется сносить Т1. ЦК у нас, СК точнее у нас улетает на низ дефать. Получится ли у него в соло против Криси задефать непонятно. Сюда приходит Волк, а значит у СФа куча на маги с руки. Видим, что 170 с руки у него. Рейв пытался что-то украсть. Украсть пока ничего не получилось. Поднимают на свитч доктора. Ульта от Криси просто на куски ВД разорвала. Брызги аж на монитор мне полетели с внутренней стороны. Криси вместе с компанией выходит и сносит Т2. Будет в принципе попытка заденать. Или это будет попытка подраться? Влетает сюда у нас Бумбэкс. Бумбэкс эпицентр не в кастового. Каст сразу же рассыпается. Рассыпается у снайпера уже анстапабл под Момом. Снайпер очень серьезно бьет. Джио отсюда улетает и медведя своего забрать не получается. У Джио погибает медведь. Какое горе. Но медведь если что есть. Маны правда немного. На одного медведя и хватит. Но если что на базу слетает. В любом случае 300 голды заработал снайпер с одного медведя. И в куре уже что-то у него точно таится. Да, имеется уже Ultimate Orb. И что это будет с Ultimate Orb? Неужели это будет выход в Скаде? Непонятно. Либо это будет Скаде. Либо это будет Манта Стайл. Но мне почему-то кажется что Скаде. Потому что такое ощущение что в последние месяца полтора других артефактов в доте просто не существует. Или из-за них слишком много. Короче говоря не знаю почему Скаде стал настолько популярен. И куда у нас девались классические Манта Стайлы и Сенжин Яшин. Правда на Снайпере Сенжин Яша уже имеется. Но это тоже относительная редкость. Mask of Madness есть. Фэйзы есть. Яша с Сашей в паре есть. Шрапнель под ноги. Снайпер в принципе все правильно делает. Отсюда и счет 6-0-2. Выход от команды Rave на нижний лайн. Чего вы испугались? Их нет здесь. Их нет. Всем в чат. Max Repost. Команда Arcanus нет на нижнем лайне. Ну, рейвы об этом не знают. Рейвы уходят подальше. Подальше от данной локации. Но зато команда Arcanus, как я понимаю, знает. Где команда Rave. Я вижу, что Boombex у нас уже на карте нарисовал, где находится соперник. Но здесь уже никого нет. Команды отправляются в лес. Давайте по вещичкам разберемся. У кого что есть. Кто на что нас собирал. У Чена Мека Арканы. Варды тоже летают нон-стоп. У Феникса у нас Ротов Атос. Урна и Транквилы вместе с Ринков Басилиус. У Рубика ничего. 900 по голде. Не скоро будет даггер. У СФа 1200 на руках. Это все после БКБ, который еще юзать Крисе не приходилось. У Лондруида тем временем 1000 на руках. Что в Медведе? В Медведе уже лежит Хипперстоун. А значит скоро будет Кираса. Медведь, кстати, нереально сильно сыпется от Снайпера. Возможно, Кираса исправит эту ситуацию. Но больше-то ХП у Медведя не появится. Кираса, конечно, добавит дефа. Но у Снайпер тоже на месте не стоит. У него артефакт за артефактом будут появляться. Тем более с таким счетом Mighty Saver. Видно, что игра идет у него полным ходом. Давайте на лвла переключимся. У кого что есть. У СФа 16-й, Лондруид 15-й. Дальше уже игроки команды Арканус Гейминг. Пока что, несмотря на провал по фрагам, команда Рейв выфармливает побольше. И персонажи посильнее будут. Ну, разве что фрагами и таурами. Кое-как отковыривается команда Арканус. Но, видим, все равно преимущество в пользу Рейв. 5 с плюсом по экспириенсу. По голде меньше 3-х немножко. Это при том, что, опять же, повторюсь, они по фрагам проигрывают. И Таворов, по-моему, снесли. Нет, Таворов снесли так же. Т1 линия упала у обеих команд. Т2 стоят пока что целыми. Криси здесь. Если Криси кого-то видит, я думаю, Криси кого-то убивает. Это очень просто. Влетел с даггера, поднял в Юл, раскастовался под ноги. И падать на Requiem of Souls неприятно. Вот, собственно, Mighty Saver. Почему Криси не врывается? Неясно. Но есть же Vision. Есть же понимание. Вот врывается у нас Криси. И Криси отсюда не улетает. Но это ошибка. Видимо, не имел он инфы, что на миде вся команда Arcanus. Так, Стан у нас пошел в Спирита. Просто ультит Лондруид у нас Спирита. Под ноги Стану Трейва. Бумбэкс пока что не ультит. Здесь Райор нормально наваливает. Феникс Сан пошел вкастоваться. Его не бьют. Феникс Сан упадет и застанет. Хотя бы кого-то. Пант всех ставит на месте. Можно попробовать их забрать. Перезывает у нас Медведя. Дезвард в одного Райора через Икарус Дайв отсюда улетает. Дезвард никуда. А здесь просто в Юл, точнее в Ветра, вкастовывает весь Эпицентр у нас Бумбакс. Брюмастер, тем не менее, Рубика забирает через... Также догнали через Кабана, через Птицу у нас Феникса. Но драка явно в пользу Арканус. Драка еще не закончилась. Но здесь крипов Чена осталось разобрать. Медведь приходит сюда, просто посмотрел, как убивают зверей. За что вы так? Спрашивает Медведь. А Т2 по миду падает. Команда Арканус пока что вздоминировала. По графикам это точно отразится. По экспириенсу отыграли. Ну, дофига. И столько же отыграли по золоту. Чуть менее... Чуть более тысячи осталось до ноля. Команде Арканус Гейминг. Но еще 2-3 удачных таких файта и рейвы будут на позиции догоняющих. СФ слился, честно говоря, немного смешно. Да, он не имел вижена, но он понимал прекрасно, что под шрапнелью отсюда не уйти. Лежит шрапнель под ногами, значит и... Значит и даггер будет постоянно сбиваться. Можно было врываться, поднимать вверх снайпера и под ноги давать ему ульту. И Майти Сейвер там, если бы осталось хп, то хп 15 с половиной удара. Просто бы воздухом снес СФ снайпера. Ну, ошибка. Это безусловная ошибка. Прекрасно об этом понимает и сам СФ, потому что он позже увидел, где команда Арканус Гейминг находится. Ну, поделать уже ничего нельзя. 2-900 на руках у Криси. 3-200 уже даже после этих крипов. Что будет покупать? Я думаю, это будет Айвскади, потому что не хватает... Элементарно не хватает хеллспоинтов. Снайпер за 4 секунды убивает Криси, а так быть не должно. Мид против Мида должен драться чуть-чуть подольше. По голде Рейв выходит в минус уже. И немножко по экспириенсу у них задел остался, но это ненадолго. Битый Тауэр. Тауэр пока что не Денайбл. А нет, Тауэр Денайбл. Хенрих пробил мою аргументацию и разбил к тому же Тауэр. Криси 3-600. Ничего не покупает. Почему? Пока что не ясно. Что у нас с Чену? Чену по-прежнему летают в Орды. У него Мека не грейженый стик. У Феникса ротов Атос. После ротов Атос появляется 1060 по золоту. У Медведя немножко осталось до рецепта Керасы. Чей Геосептер? К Рубику летит у нас Геосептер. Решил он отказаться от Даггера. В принципе слишком долго и он не доживет до Даггера. Я думаю, если такими темпами команда Рейв будет драться. А у Майти Сейвера тем временем Скади уже появилась. Пока СФ думает, что купить, Майти Сейвер покупает. Звучит как телевизионная реклама. Майти Сейвер уже с... А в Скаде есть у него Сэнджин Яша. Есть все необходимое для снайперов. Спину команде Рейв сейчас могут зайти Арканус Гейминг. Никто никуда не пингует. Нет, все-таки пингуют Арканус Гейминг. Арканус Гейминг просто идут сносить мид. До свидания, команда Рейв. Теперь делайте массовые ТП на мид. Заходит у нас на топ Хенрих. Здесь у нас стоит снайпер. Разваливается спину. Конечно, могут зайти Рейв. Это будет неприятно. Но понимают, это не игроки Арканус Гейминг. Они просто отходят в лес. Биокей здесь. Биокей делает блинкаут. И сразу же пытается застанить Рейва. Райора. Райор переживает рассказ от Эссент Кинга. И сейчас Биокей рассыпется. Биокей рассыпается. Бумбэкс очень сильно проседает по ХП. Где снайпер? В кого бьет снайпер? Снайпер стоит с хайграунда и просто валит по всем. Чен падает. Феникс тоже впадает. До Икарус Дайва очень много времени. Куда ты полетел, родной? Умирает у нас Феникс. Джейо наваливает Майти Сейвору в ответку. Под Момом очень сильно рассыпается снайпер. Налог ХП Бумбэкс. И что? Пришел Медведь и начинает гнать всю команду Арканус в шею отсюда. Налог ХП у нас Брюммастер. Почему? А, он вернулся из ульты. Паудерфулл пытается улететь. Не прошли корни. Счет становится 18-11. Размен 3 в 2. По опыту и по голде впереди команда Арканус Гейминг. Так, Рейв... Кто это? Кто эта красотка? На призрака почему-то прокликал. Лондруид имеет уже Керасу. Да, как я понимаю, есть Кераса, есть еще и полторы тысячи сверху. Возможно, надо как-то укрепиться самому Джейо. Они укрепляют своего медведя, но деньги есть. Дальше, я думаю, какие-то артефакты появятся. Хотя бы скорость. Так, врывается у нас Хейнрих сюда. Хейнрих видит Джейо. Медведь, если прилетит Хейнриху, смерть тут. Хотя Биокей приходит здесь, у Биокей ульта есть. Здесь Бумбэкс. Бумбэкса нет эпицентра, но он пока что и в Сэншторме нормально. Джейо наваливает. Джейо на лоу ХП. Кабан гонит его тоже. И разваливается у нас Джейо. НБ под Геос Септером. Сюда прилетает Райор. Дезвард ставится по спине НБ. И Райор тоже наполучал. Улетел вовремя отсюда. НБ старается отдаться крипам. НБ украл у нас подкоп и улетает на хайграунд. Очень крутой мув от Рубика со стороны команды Рейв. Но на лоу ХП здесь Райор. Райор не должен уходить. Да, Хенрих добивает его. Доминейтинг уже у нас у Брюмастера команды Арканус. И под деньгом 2000 преимуществ Арканус. Здесь и 3500 по опыту они забирают в этом файте. Брюмастер на данный момент имеет Владмер. Есть у него Даггер. Есть у него Пауэр Трэдс. И куда-то полетела Курица. Курица тоже полностью запакована шмотками Хенриха. Это Собранная Кераса. Для Хенриха... Нет, не Собранная Кераса для Хенриха. Она просто пока что носит вещи. У Хенриха всего 1400 по голде на руках. А значит 600 осталось до Керасы. Самое приятное в этом файте, что рассыпался Лон Друид у нас. Умирает Джей Йо. Умирает уже второй раз. Пока да, у Джей Йо не все так радужно, как хотелось бы. 2-2-3 всего лишь счет. Хорошо, что не наоборот. И... Джей Йо, в общем-то, бьет сильно, но умирает тоже достаточно быстро. Хотя били его всем силом. В общем-то, неудивительно. Ну, Спирит пока что вкачан достаточно плотно. Есть Кераса с руки, тоже нормально бьет. Вот, золотая рука тоже у него. Значит, скорость атаки нормальная. Медведь, в общем-то, боевой персонаж вполне. Рассредоточились по своим половинам игроки команды Арканус Гейминг и команды Рейв. Давайте переключимся на Снайпера. У него Огр Клаб есть. 1450 на руках тоже имеется. Выход в Блэк Кинг Бар. Тут уже других вариантов быть просто не может. Также Аэгис лежит у нас с Майти Севера. Как он смешно прыгает под Момом. У Брю Мастера выход в Аганим. Да, курица пока что ничего не несет. У Брю Мастера, точнее, у Брю Мастера уже прилетает Кераса Хейнриху. И 500 еще сверху капнуло. Ну что, будет драка за Т2. Как я понимаю, здесь есть Медведь. Здесь может на Спирита сразу разобрать. Так, по Спириту пошел дамаг. Бумбэкс нормально подсадится. Сэндстормом засловили у нас Медведя. Если дух нет, духа нету еще 36 минут. А значит, все шмотки самого Джейо никуда у нас отправляются. 30 секунд, по большому счету, Джейо не будет. Феникс близко. Феникс готов. Феникс собирается у нас в Шиву выйти. Плейдмейл уже купил. Но осталось больше, чем ты купил на данный момент. Выход на хайграунд. Не пошли по миду, пошли по нижнему лайну. Хейнрих на хайграунде. У него есть Кераса. Пока что много дамаги в себя впитывает. Также у него имеется регенерация в батле. Поэтому можно размениваться. Тауэр падает. Крипы хилятся. Райор летит у нас сюда. Пошли каски, каски пошли по крипам. Врывается у нас с эпицентром. Очень круто бумбэкс. НБ. НБ, НБ, НБ не украл эпицентр. НБ скорее умер, чем что-то украл. СФ у нас тоже погибает. Моментально выкупается СФ. Драка продолжается. Стоит Феникс Сан. Райор успевает лечь. Майти Сейвера засловил. Так, здесь у нас СФ. СФ уже ультил. У СФа 3 секунды до КД Еула. СФу очень больно по спине бьет снайпер. И Хенрих тоже бьет. Если бы не сетка от Чена, то СФ, я думаю, развалился бы здесь. А здесь Кристи начинает убивать у нас бомжей команды Арканус. Умирает Вич Доктор. И Хенриха тоже, скорее всего, заберут. Да, просто стоят всем силом, забивают Брюмастера. Триплкилл у нас от оффлейнера команды Рейф Райора. 2 400 на руках, а значит скоро появится Шива с Гвард. Ну, драка, конечно же, в пользу команды Рейф. Но здесь было 2 байбэка. Если от Рубика байбэк, это, в принципе, ничего особенного. То байбэк от СФа, это неприятно. Потому что этому парню надо вывозить артефакты. А не покупать себе байбэки. Игл Сонг уже имеется. До Баттерфляй осталось еще 1500. Ну и 1500 пока что фармить нельзя было. Сейчас только отказалась возможность фармить у Криси. Тауэр падает достаточно быстро и просто от рук одного Криси. У него 30 душ. Надо здесь разобрать крипов. Я думаю, дальним койлом справится он. Да, Криси у нас уходит отсюда, потому что прилетает Пауэрфул. Здесь уже есть Джио. Криси далеко отходить не будет. За Денайли у нас Ставр. Мы это прекрасно видели. Опять отдают Медведя. Просто ультят и не хотят Спирита никуда отпускать. Через 4 секунды подкоп. Стараются здесь держать Спирита. Подкоп от Бумбекса. Опять же Кабанс ловит Медведя. Бедный Панда сел и сидит, думает, куда же я попал. Перезывает его Джио. Хорошо, что откэдэшился вовремя у нас Панда, потому что драться было бы нереально сложно без всех артефактов, которые Джио насобирал. Прекрасно понимаем, что это Лондруид. И в первую очередь он надевает своего духа. И уже потом, что остается, надевает на себя. Криси уходит в лес. 1800 на руках. По-моему, в курице что-то летит. Ничего, Криси в курице не летит. А вот Райор у нас собирает Шиву. 2500 имеется на руках. Сейчас Мессик Став будет куплен. И Шива уже будет. А значит, будет спамиться постоянное ее использование через Икарус Дайв. Ну, хоть как-то надо словить всех. Потому что Снайпер бегает как сумасшедший. Стреляет не лучше и не хуже. Стреляет точно так же. Казарма рейнджевых крипов начинает убиваться. Постепенно дамажит ее. Почему Хенрик бьет не рейнджевую, непонятно. При том, что Снайпер фокусил именно ее. Ну, все. Началась милишная казарма. Начала сыпаться. На бараке вышли. Половину сбили и отошли. Отходить нет смысла. Потому что барак отрегенится. Ну, здесь вся команда Арканус. Где им еще быть? В принципе, Криси врывается. Поднимает у нас ветра Майти Сейвера. Майти Сейвера под БКБ. Но Криси, по-моему, успел в него ультануть. Как же сильно Дезвард дамажит от Пауэр Дуфула. Надо красть что-то. Дезвард украл у нас Рубик. Моментально его сбили. Драка рассредоточилась. Эпицентр у нас вкастовывается в Медведя. Но Медведь его переживает. Дабл килл, трипл килл и ультра килл от Джейо. Отдайте ему Хенриха. Он это заслужил. Хенрих у нас опять ловит корни. И по-моему, по-моему, по-моему. СФ. Черт тебя дери, СФ. Как бы хотелось посмотреть рэмпэтшот Джейо. Но в любом случае, команда Рейв в нереальном плюсе. Они сделали тимвайп. И пора пойти поразминать вышки на хайграунде. Думаю, так. Если у нас Роха. Роха появится через полторы минуты до Рошана. В принципе, можно пойти хотя бы одну сторону попытаться снести. Джейо в этом файте нереально много вынес. Я забыл показать Fight Recap, но верьте мне на слово, там очень дохрена вынесла команда Рейв. Давайте глянем графики. Ну, порядка 5-6 тысяч точно вынесли по экспириенсу. Приехали. По экспириенсу вообще нереальный перевес. Моментально. Мы видим, обновились графики. За 10 тысяч шагнул экспириенс. По голде тоже 7 или 8 тысяч. Короче говоря, подрались невероятно круто. Каски опять посадили медведя. Хватит сажать медведей. Райор уже имеет Шива с Гвард. Есть у него Транкил Буци. Ну, в принципе, старый набор артефакта. Шива это последняя обновка Райора. 1100 также по голде. SF имеет Баттерфляй. И есть 1800 на руках у Криси. Есть ли байбэк? Давайте посмотрим. Байбэка у SF нет. Ну, потому что он байбэчился, во-первых. А во-вторых, еще немножко голды надо. Есть байбэк только у Джейо. Главное, Джейо до байбэка не перезывать медведя. То, что байбэчится, байбэк отца Джейо вместе с неоткадешенным медведем, смысла вообще нет никакого. Сам по себе он разве что гемом сможет по голове кому-то дать, но не сильно от этого больно. Бутс оф спид у него в тембилде. И все. Все остальное сконцентрировано в самом спирите, которым управляет Джейо. Здесь Кераса, здесь Мейл Сторм и Блэк Кинг Бар. Вот так вот. Вот так вот решает вопрос медведя. У нас Джейо. Теперь медведя сажать будет не так просто. БКБ имеется у Мишки. И это значит, что магией вы пока что по нему не попадаете. Хотя, опять же, здесь есть бисмастер, которому плевать, чем вообще сажать медведя. У него есть Праймал Руор, который бьет через БКБ. В любом случае, спирит у нас как минимум 3 секунды да посидит. Ну и опять же, в Аганим выходит у нас бисмастер. С Аганимом увеличивается дальность. А... Нет, оглушение по-прежнему будет 4 секунды. Поэтому, в принципе, по длине стана ничего Аганим не дает. Хотя дает рейндж. И действительно, рейндж там на целую карту у бисмастера. Цеплять будет полегче. У Сенкинга есть Аганим. Вот-вот-вот он к нему прилетел. Нет, не вот. Форстав к нему вот-вот прилетел, а Аганим появился немного пораньше. У Бумбакса счет 1-3-10. Кстати, Эпицентры дает Бумбакс крутейший. Один разве что был фейловый. На миде, когда летал в ветрах кто-то из команды Рэйв. Ветра, опять же, были благодаря Бумастеру. Выход на Рошана. Рошан упал. Все это видели. Все это понимают. Тайминги у команд есть. Но под медалью очень сильно разваливается у нас Рошан. Бисмастер бросает медаль. А здесь что? Почему вы стоите под своими Т4? Что такое? Это какое-то семейное собрание команды Рэйв. Почему-то стоили под своим Т4, вообще под фонтаном. Что происходит? Чего они боялись, непонятно. Возможно, думали, что под смоком будет заход через мид. Это тоже было вполне возможно. Теперь я понимаю логику команды Рэйв. А то сначала немного опешил. У Спиритбира появляется еще и Башер. Ну, в принципе, Лоун Друид очень классно выформлен. Давайте по Нетворцу глянем. На втором месте Друид. Уже на первом. Обгоняет он Крисси. У Крисси... 3600 на руках имеется у Крисси. Это значит, что скоро мы увидим Айв в Скаде. Не устану повторять. Пора бы уже выйти в этот артефакт. 1700 хп на 39-й минуте, на 40-й. С сумасшедшим снайпером и Брюмастером. Это действительно мало. У снайпера 300 на руках после Скаде. У снайпера 2400. И это действительно круто. Так, у нас что? У нас готова драка здесь. Врывается у нас Бумбэкс. Хотел что-то вкастовать. Ничего Бумбэкс у нас не вкастовывает. Что Рубик украл? Рубик украл Сэнд Сторм. Так, у нас лежит здесь Феникс Сан. Биокей рассыпается моментально. Под Блэк Кинг Баром бегает у нас Спирит. В никуда вкастован Дезвард. Пока что 2 в 0. Здесь разберут всего Брюмастера по кускам. Сначала одну панду сожрут, потом вторую. Но вовремя земляная панда у нас отсюда уходит. Надо попробовать забрать его до проюзанного Даггера. Через Даггер уходит у нас Брюмастер. Брюмастер в файте больше не участвует. Медведь здесь. Пройдут ли корни в Хейнриха? Нет, не успели увидеть его. На хайграунде ТП Аут сделал у нас Брюмастер. 2 в 0 подрались игроки команд. И счет становится равным. Но я вас точно уверяю, что по графикам счет далеко не равный. Это явно в преимущество в пользу команды Рейв. Внимание, 5 с плюсом и 14 по экспириенсу Рейв. Решили забрать вторую катку. Чем их останавливать пока что не ясно. Сэнд Кинг у нас так и не вкастовал Эпицентр. Эпицентр от Рубика тоже было бы интересно посмотреть. Но пока что он украл только Сэнд Сторм. Весь файт простоял в нем. Хейнрих прилетел. Куда ты прилетел, Хейнрих? Медведя у нас разбирают под медалью. Медведь погибает. Есть ли у Друида еще один? Да, у Друида есть еще один медведь. 2 секунды до отката Блэк Кинг Бара. Под БКБ можно медведю драться. Но команда Рейв разлетается по своим локациям. У Феникса 2400 на руках. У СФа 4700. Что ты собираешься покупать? Дом в Подмосковье? Я не понимаю. 4800. Пока что ничего Криси не берет. А по ХП у него больше показательнее становится. 1841. Первая минута. 23-й левел СФ. Но СФ не самый силовой персонаж у Феникса. Посмотри на Феникса, СФ. Даже он толще, чем ты. Чен. Ну ладно, Чен. Хоть как-то на Чена может списать свое количество ХП Криси у нас. Ладно, это все ерунда. Это уже загоны пошли. 5400 на руках у СФа. Пока что ничего не берет. Возможно, сейчас что-то будет покупаться. Ну, пожалуйста, у тебя 5400 на руках, ты покупаешь портал. Наконец-то, думает Криси, насобирал на портал. Можно оставить на байбэк и купить портал телепортации. Так, Криси у нас без артефактов. И это немножко напрягает. Джейо. 3100 на руках у него. Есть башер. Будет, скорее всего, грейдить башер до Абисал Блейда. А в это время команда Арканус направилась на хайграунд. Рейвов. Быстро, очень быстро разбирается барак. Куда у нас отправился медведь? Есть ли у Джейо телепорт? Да, есть. Почему ты здесь тогда? В любом случае, падает у нас низ. И что? Можно сейвить. Теперь Джейо пришел сюда. Наверное, поздновато. Джейо у нас здесь развалят. Вообще без вопросов. Есть у него гем. Так, здесь Дезвард от Паудефула. БКБ Бумбакса. Бумбакс не усмог. А нет, смог вкастовать эпицентр. Где у нас сам Лондруид? Лондруид улетает на базу. Медведя бы забрать. Не сажайте медведя, пожалуйста. Все, медведь не сидит. Медведь лежит. Панда у нас уходит под землю. И через 4 секунды появится новая. БКБ у нас. А что БКБ? БКБ для себя, как я понимаю. Купил? Нет. Я так понимаю, БКБ умудрился в себя переложить у нас Джейо. И это нереально крутой мув. Джейо из Спирита забрал БКБ себе. Заюзал его и сделал ТП-аут. Действительно крутейший скилл. Но опять же мы говорим о Джейо. Великое азиатское дота дарование. У Хейнриха 1800 на руках. Есть Владмир, есть Кераса, есть Сыр. Райора у нас нормально. Ассасинейтом по спине проверили. Ну, у Райора есть Феникс Сан. Его вообще проседание по ХП никак не должно волновать. Посмотрите, с какого расстояния Майти Сейвер бьет Тауэр. Еще 2 шага назад и он будет под собственным фонтаном просто. Так, поднимают у нас вверх Брюмастера. Надо до Праймал Сплита его развалить. Взлетает у нас еще раз Хейнрих. Криси не разультился. Не дают Криси. Он просто стоит на месте. Так, это у меня пролаги небольшие. Криси разультился. Бисмастера забрали. Здесь у нас Джейо... Райор, точнее. Райор надо уходить, потому что его здесь заберут. Дезвард валит по Джейо. Джейо на очень лоу ХП. Джейо погибает. Байбекаться нечем. 360 по голде. Байбекается у нас НБ. НБ ничего пока что не украл. Сейчас Ассасинейт получит и отвалится. Отваливается у нас НБ. У него 0 по голде. Полнейший 0. GG, пишет команда Рейв. Рэмпайч от снайпера. Я не хочу смотреть, где это было. Снайпер стоял на месте и все это время стрелял. Рэмпайч от снайпера. Мы его пропустили, но такие рэмпиджи пропускать не проблема. Он просто стоял на месте и просто одного за другим рейдкликом выделял игроков команды Рейн. Поздравляем Арканус Гейминг с победой в данном матче. Но общая серия заканчивается ничьей. По одному поинту зарабатывают игроки обеих команд. Ну что, у нас на повестке дня европейский дивизион данного турнира. Напомню, это Join.MLG Pro League. Первый сезон. У микрофона друг. Студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся, по-моему, в 18... Да, точно. Сейчас вывесим анонсы, а услышимся в 18 сет. До связи, до встречи. Переключайтесь на чуть-чуть. Если хотите, оставайтесь на канале. Совсем скоро очередные матчи данного турнира. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok